Здравствуйте! Сегодня мы разбираем седьмое задание курсу английский в медицине. И сначала мы просто с вами разберем эту страничку, переведем задание, переведем форму, которая здесь есть, потом выполним само задание. Итак, study this letter from a GP to a consultant. Изучите данное письмо от GP, здесь я вам дала расшифровочку, General Practitioner, это врач общей практики, consultant, это врач-специалист, врач-консультант. Write down the question which a doctor might ask to obtain the information ringed in the letter. Также запишите вопросы, то есть это само задание, запишите вопросы, которые врач может спросить или мог спросить, чтобы получить to obtain информацию, обведенную кружочком в этом письме. For example, например, здесь мы видим циферки, цифра 4, это значит, что это будет информация под номером 4 ниже, и к ней примерный вопрос. How long did it last? Как долго? Или сколько времени? Did – это у нас вспомогательный глагол, который мы не переводим, а просто указываем на прошедшее время. Это продолжалось. И last – это смысловой глагол. И 8 – это значит, к информации под цифрой 8, вопрос, what was the cause of the death? Какова была причина смерти? Когда мы спустимся ниже, мы увидим, что это за информация. Итак, вот это письмо. Здесь у нас стоит дата, 3 октября, год, и это врач-консультант, к нему обращается GP, General Practitioner. Dear Dr. Scott, уважаемый Dr. Scott. И следующая фраза. Итак, would be grateful – это буду признателен. За что? Or – это предлог за. Ваше мнение – это opinion, здесь в квадратных скобочках транскрипция. And advice. Advice – это совет или рекомендация. With regard to. Это такая связующая фраза. В отношении к кому-то, к чему-то, по отношению к кому-то, к чему-то. И здесь имя пациента. Green Peter. Смотрим дальше. Следующий отрывок. Итак, здесь есть слово urgent. Urgent – это срочно. И маленькими буковками написано. Please indicate in the box. Пожалуйста, укажите в окошке. То есть, если это срочно, нужно поставить галочку. Tick. Следующая строчка. A brief outline of history, symptoms and signs and present therapy is given below. И вот здесь у нас перевод. Краткое описание истории болезни, анамнеза в данном случае, симптомов и признаков и текущего лечения, то есть, лечение, которое в настоящее время получает пациент, is given, то есть, приведено, прикладывается, below, ниже. This 42-year-old salesman. Данный или этот 42-летний продавец. И мы видим, вот она пошла информация. wing, да, то есть, она в такие кружочки, овалы надведена. И здесь есть номера. И к этой информации нам нужно потом будет задать вопрос. Пока мы только разбираем перевод. Salesman – это его профессия. Он продавец. Had a severe attack. Had – это имел или перенес, мы можем по-русски сказать. Severe – это сильный. Attack – это приступ. Of central chest pain. Боли. Центральной части грудной клетки. Chest – это грудная клетка. Six months ago. Шесть месяцев назад. Which lasted? Который продолжался, то есть, приступ продолжался. Ten minutes. Десять минут. And was relieved. Был, как бы, облегчен. Дословно, relieved – глагол – это облегчать. Здесь пассивная форма глагола. Был облегчен или уменьшился. By rest. Rest – это покой. By rest – покоем. This has recurred. Recurred – это у нас возвращение. Глагол to recur – это возвращаться. И это повторялось, возвращалось. Several times. Несколько раз. After exertion. Exertion – это нагрузка или напряжение. His father, его отец, died age 56. Умер в возрасте 56 лет. Over coronary thrombosis. От коронарного тромбоза. Или тромбоза коронарных сосудов. Physical examination. Физикальный осмотр was normal. То есть, в норме был без патологии. And I refer him – и я направляю его to you, к вам, for further assessment. Для дальнейшей оценки. In view of his age. In view – это дословно как бы в свете, или по-другому мы скажем учитывая его возраст. То есть, это достаточно молодой возраст. И поэтому не совсем понятно врачу общей практики, что это у него такое. Итак, что у нас еще внизу? Есть что-то здесь. Предположительный диагноз здесь angina, то есть тинокардия. Thank you – здесь часть, где доктор благодарит своего коллегу. Thank you for seeing him. Yours sincerely. Искренне ваш. И здесь такие примечания еще. If transport required, please stay. Если нужна транспортировка, пожалуйста, укажите. Здесь зачеркнуто. То есть, пациент в нормальном состоянии, ему не нужно транспортировать. Если нужно, может быть вариант, что это stretcher носилки, или что-то в виде кресла, потому что пациент сидячий. Seating case. В случае носилок – это лежачий пациент. И в конце у нас подпись signature. Итак, и вот они самые ответы, вернее, это вопросы, но они являются ответами на задание. И мы смотрим первым, сначала прочитаем вопрос, и потом посмотрим, о чем мы спрашивали. What's your occupation? What do you do? What's your job? Все это вопросы, которые относятся к профессии. Какова ваша профессия? Чем вы занимаетесь? Какова ваша работа? И наверху мы помним, что у нас был ответ salesman, то есть продавец. Второе. Второе у нас where about was the pain? Где примерно была боль? Или show me where the pain was. Покажите мне, где была боль. И ответ у нас здесь был central chest pain. То есть, боль в центральной части грудной гвезда. Третье. When did the pain first happen? Когда впервые, first, возникла, случилась эта боль? Что у нас тут six months ago? Шесть месяцев назад. Четвертый уже у нас был в задании ответ. Как долго? How long did it last? Как долго продолжалась эта боль? Поэтому мы переходим к пятому. Did anything make it better? Что-то облегчает эту боль, делает ее легче, делает ее лучше. И у нас была информация relieved by rest. То есть, унижалась в покое. Does anything special bring it on? Что-то особенное, что-то специальное провоцирует ее по-русски, мы скажем. А по-английски как бы приводит ее в действие. И в ответе у нас было after exertion. То есть, после нагрузки физически, после какого-то усилия. А седьмое. Are your parents alive? Ваши родители живы? How old was your father when he died? Сколько лет было вашему папе, когда он умер? What age did your father die at? В каком возрасте ваш отец умер? И в информации ответ у нас died age 56. Умер в возрасте 56 лет. И восьмой вопрос у нас был в начале. И опять-таки, это у нас звучало так. What was the course of the death? Какова была причина смерти? Итак, мы разобрали с вами еще одно задание. Продолжение в следующих видео. Успехов вам! И оставайтесь с нами! Субтитры сделал DimaTorzok